7 мая 1997 года на Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Бюджет фильма составил 90 миллионов долларов. На момент выхода это был самый высокобюджетный фильм в истории, снятый за пределами Голливуда, а также один из самых дорогих по созданию спецэффектов. История любви водителя, летающего такси и рыжеволосой спасительницы мира до сих пор вызывает интерес у зрителей. Сценарий к «Пятому элементу» Люк Бессон начал писать еще в 16 лет. В 1991 году у режиссера было 400 страниц сценария, и кинокомпания Gaumont заинтересовалась проектом. Первоначально Люк планировал снять три фильма, но в конечном итоге сценарии для трех фильмов были сжаты в один. Вместе с Робертом Марком Кэмином они сократили его до 120 страниц. Подготовительная работа к фильму заняла около года. Воплощать на экране всю эту пеструю компанию пригласили столь же разномастных актеров. Крупнейшие звезды проекта Брюс Уиллис и Гэри Олдман попали в фильм без проб и согласились сниматься, что называется, по дружбе. Уиллис, отказавшийся от роли Далласа еще в 92-м, через несколько лет сам предложил Бессону свою кандидатуру, так как рискованный сценарий ему очень нравился. Да и играть проблемного героя боевика ему было не привыкать еще со времен Джона Маклейна. Более того, актер предложил урезать собственный гонорар в обмен на проценты от будущей прибыли. Олдман же подружился с энергичным французом еще на Леоне. Второй раз сыграть центрального злодея в картине товарища было для актера привычным делом. Хотя позже он жаловался, что ношение экстравагантного резинового костюма Зорга было настоящим мучением. На роль Лилу прослушивались около трехсот актрис. В их числе была Элизабет Беркли. В одном из интервью она утверждала, что роль была практически у нее в руках. Возможно, режиссер не взял Элизабет из-за того, что в 95-м году она снялась в скандальном фильме «Шоу Геллс» и получила за эту работу две золотых малины. У Милы Йовович же первые пробы прошли не лучшим образом. Бессон сказал, что у девушки был чересчур яркий макияж, а вдобавок она очень сильно нервничала. Мила накрасилась зелеными тенями, надела мини-платье и белые лакированные туфли на платформе. Бессон понял, что это все совсем не то, а несколько недель спустя они случайно встретились в отеле возле бассейна. Люк увидел басую Милу в белой футболке, простых джинсах. На ней не было ни грамма косметики, а волосы были собраны в хвост. Режиссер снова пригласил ее на прослушивание, которое она с успехом прошла. Актриса, которая должна была играть инопланетную певицу, в последний момент покинула съемки. Искать замену было некогда, поэтому роль Дивы сыграла гражданская жена Бессона Майвен. Но во время съемок супруги разошлись, потому что режиссер много времени проводил Сьёвович и влюбился в нее. Брак распался, а Люк и Мила вскоре поженились и прожили вместе два года. Съемки фильма начались в январе 1996 года. Бессон позвал в проект уже привычную съемочную группу, но вот подходящих локаций в Париже, увы, не оказалось. Большая часть съемок прошла на знаменитой британской студии Пинвуд в городке Айверхит неподалеку от Лондона, где команда арендовала семь павильонов. Немногочисленные натурные сцены снимали в пустынях Мавритании и на исландском леднике. А еще одна подходящая локация нашлась в британской столице, где в Роял Опера Хаус на площади Ковенд Гарден создавались эпизоды в опере. Художникам по костюмам пригласили Жан-Поле Готье. Жан-Поль Готье разработал каждый из 900 костюмов, которые носила массовка в сценах на планете Фластон и лично проверял их каждое утро. Футуристические пейзажи города будущего создавали частично с помощью компьютерной графики и анимации, частично с применением миниатюр. Один из примеров смешанной техники, использованной специалистами по визуальным эффектам из студии Digital Domain, вида Нью-Йорка, где летающие автомобили были компьютерными, за исключением такси Корбина-Далласа, которое соорудили в натуральную величину, а небоскребы представляли собой модели в масштабе 1 к 24. С одного из таких шестиметровых макетов прыгает Лилу в одной из ярчайших сцен фильма. Когда начались съемки, гримеры решили покрасить волосы Милы Йович из натурального цвета в фирменный оранжевый. Однако из-за того, что ее волосы приходилось регулярно перекрашивать, чтобы сохранить яркий цвет, волосы Милы быстро повредились и стали ломкими. В конечном счете специально для Милы Йович был создан парик оранжевого цвета, который актриса носила до момента окончания съемок. Взрыв в главном зале круизного лайнера вошел в историю как самый мощный взрыв внутри помещения при съемках фильмов. Эпизод снимался внутри легендарного павильона 007, помимо фильмов. Про Бонда там в свое время снимали «Чужих», «Миссию невыполнима» и «Сквозь горизонт». Для подготовки трюка использовались огнеметы, манекены, подбрасывающие их пружинищие механизмы и огромное количество разнообразных взрывчатых веществ. Съемочная площадка была буквально заминирована, а декорации со всех сторон окружили пожарные с огнетушителями. Одной из наиболее запоминающихся деталей фильма стал автомат Zorga ZF-1. Оружие совмещало в себе пулемет, огнемет, гранатомет, стреломет и множество других функций. Для фильма сделали несколько экземпляров автомата, некоторые были просто легкими пластиковыми репликами, а в сценах со стрельбой использовались советские АКС-74У. Арию инопланетной дивы Плаволагуны исполнила оперная певица Инва Мула. Бессон хотел, чтобы диапазон Арии выходил за пределы возможностей человеческого голоса, поэтому в том месте, где певица берет высочайшую ноту, использовалась цифровая обработка. Все это дополнил классический саундтрек от Эрика Серра, без которого сейчас попросту невозможно представить мир, пятого элемента. Интересно, что Бессон требовал, чтобы съемки эпизодов проходили в светлое время, потому что он терпеть не мог научно-фантастические фильмы, в которых действие происходит в темных коридорах космических кораблей на слабо освещенных планетах. Язык, на котором разговаривает Лилу, Люк Бессон придумал сам. В нем около 400 слов. Мила Йовович в перерывах от съемок совершенствовала этот язык, разговаривая с режиссером и приводя в восторг всю съемочную бригаду. Кроме этого, Бессон планировал, что роль Руби исполнит певец Принц Роджерс Нельсон. Дизайнер Жан-Поль Готье набросал множество эскизов специально для музыканта, но у Принца был слишком плотный график. К тому же костюмы Готье показались ему слишком женственными, поэтому он отказался. Так, роль досталась актеру Крису Такеру, и он с ней отлично справился. Мир будущего у Бессона хоть и страдает от вражды, бедности и перенаселения, но все же полон ярких красок и обаятельных деталей, вроде летающей китайской закусочной в виде корабля. Дизайн, который создал знаменитый художник комиксов Жан Жиро, работавший вместе с Жан-Клодом Мезьером. Их кисти принадлежат и инопланетяне, итоговый облик которых режиссер выбрал из десятков вариантов. За воплощение Мандашаванов, Мангалоров и других пришельцев отвечала команда Ника Дадмена, мастера по гриму. Мангалоры, устроившие бойню на Флостон-Парадис, носили боевые защитные очки. Это было придумано, чтобы не было видно глаз актеров и сэкономить на косметике вокруг глаз и контактных линзах. Пятый элемент стал самым дорогим французским фильмом всех времен и на тот момент был самым кассовым французским фильмом, собрав в прокате по миру 263 миллиона долларов. Реакция критиков на ленту Бессона была смешанной. Кто-то хвалил фильм, кто-то считал безвкусицей и называл одной из худших картин года. Фильм удостоился лишь одной номинации на Оскар за лучший монтаж звука. Что касается простых зрителей, то пятый элемент быстро завоевал их сердца.